Итальянцы вынуждены адаптироваться к новому стилю жизни после того, как правительство предприняло ряд мер, чтобы остановить распространение коронавируса. Премьер-министр страны в телевизионном обращении сказал, что до 15 марта закрываются все школы и университеты. Родителям, которым не с кем оставить детей, разрешается взять отпуск. Также в стране запретили все массовые мероприятия, во время которых люди не смогут соблюдать рекомендации и держаться друг от друга на расстоянии не менее метра. «Мы преодолеем эту чрезвычайную ситуацию вместе. Мы сможем решить проблему и проявить наши ценности. Когда всё закончится, то мы посмотрим назад и почувствуем гордость за то, с каким мужеством и решимостью мы прошли это как одна страна». Смертность от китайского коронавируса в Италии достигает 3,5%. Каждый, день выявляют около 500 заболевших. Общее их число уже превысило три тысячи. Умерших – более ста. Теперь многие итальянцы сидят дома. Улицы Рима опустили. Почти никого нет на остановках общественного транспорта. Пустуют и кафе, которые по утрам обычно заполнялись посетителями. Утренний капучино раньше был неотъемлемой традицией. Между тем, туристы пользуются тем, что достопримечательности Рима теперь стоят полупустые. «Главное отличие в том, что людей меньше. Но я не вижу, чтобы многие носили маски или что-то такое. В этом плане ничего не изменилось». В Милане также закрылись многие спортзалы. Но местные жители решили не оставаться дома, а воспользовавшись тёплой погодой, вышли в парки и на спортивные площадки. Вспышка вируса больше всего затронула густонаселённый регион Ломбардию, в котором находится Милан, а также соседние регионы Венето и Эмилию-Романию. Но случаи заражения выявляют по всей стране, включая Сицилию.